Я понимаю, я сознаю, что если я не буду заниматься спортом, то я, наверное, и бизнесом перестану заниматься. Так считает Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолек», которая открыла завод по производству лекарств и вакцин в Кировской области. Спорт, как и бизнес, для Некрасова – образ жизни. И одно от другого уже неотделимым. Спорт позволяет после трудового дня сбросить вот эту негативную энергию, которая накапливается. Ее можно по-разному скинуть, вы знаете. В этом случае спорт для меня – та самая система, которая позволяет все-таки обеспечить себе на следующий день полноценный цикл работы. Ну а потом, после 50, я врач по образованию, это знаю, накапливается достаточно много заболеваний, которые могут перетечь в хронические, и тогда для человека возникают большие проблемы. Даже с точки зрения поддержания своего здоровья – это очень здорово, не обязательно для работы. Спорт, по мнению гендиректора «Нанолека», должен быть в жизни каждого. То, как полезны физические нагрузки, Михаил Некрасов понял, еще будучи студентом мединститутом. И сейчас в этом постоянно убеждается, и не только на своем примере. Бег – это практически система, которая позволяет действовать всей группы мышц, не набирать вес. Это очень полезно. Для любого возраста одна жительница Подмосковья по 40 километров каждый день. Она от своего ощущения рассказывает никаких болезней вообще, то есть все ушло, никаких проблем ни с суставами, ни с другими какими-то заболеваниями внутренних органов у нее не наблюдается. Но рассказывая такие истории, Некрасов добавляет, во всем должна быть мера, и у каждого она своя. Для каждого человека должна быть система. Нельзя, скажем, ой, завтра я начну. Побежал и инфаркт. Не от инфаркта побежал, а к инфаркту прибежал. То есть все делать разумно. Вот йоги говорят как, прежде чем встать на голову, нужно эту голову иметь. Стойку на голове Михаил Некрасов делает каждое утро, плюс зарядка и пробежка на полтора-два километра. Несколько раз в неделю занимается в спортзале. В Москве реке купается до поздней осени. Во время отпуска ходит в горы. Имеет черный пояс по карате. Ах да, забыла сказать, Михаилу Некрасову 62 года. И без спорта жить он уже не может. Считает, что главное – это начать им заниматься. Это очень трудно и сложно. Заставить каждый день, утро начинать зарядки или пробежки. Но вот это надо делать. Опять же, как врач обещает, что потом вы пожалеете. Потому что если у вас уже накопились какие-то хронические заболевания, но вот их спортом уже не излечишь. То есть профилактика всех заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата, здесь нужно все заранее. Именно поэтому пропагандирует компания «Нанолек» занятия физкультурой. Так для своих работников предприятие арендует спортивный зал в Левенцах. В будущем хотят организовать место для занятий на самом заводе, поставить тренажеры. Также поддерживает компания «Проект 50+,», в рамках которого в Кирове открываются бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой, танцами и йогой для тех, кому за. И полные залы во время таких тренировок говорят о том, что это действительно нужно. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50+. Приятного аппарата Фондю любит тебя? 41. 41. 41. 40. 42. 41. 41. 41.